всем привет сейчас я немножко расскажу вообще таком что такое материал дизайн и как его вообще используют в общем пока пару слов о материал дизайн материал дизайн был представлен гуглом 25 июня и сразу получил шелок широкую огласку потому что была очень интересная идея и очень хорошая спецификация была написана сейчас загрузится на презентация я расскажу подробно в общем материал дизайн в основном был разработан и придуман для того чтобы использовать на мобильных устройствах поэтому его некоторые его фишки очень трудно использовать при разработке веб-сайтов потому что не продуманным но сегодня я расскажу как это можно обойти и какие фичи можно использовать а какие нельзя и так что такое материал дизайн вкратце материал дизайн основан на том что каждый элемент каждый слой в дизайне это объект со своими свойствами со своими скажем так ограничениями но какая-то пародия на физический объект на самом деле больше всего это похоже на бумажку это куча таких бумажек сложенных друг на друга бумажек которые могут менять размер форму и как-то двигаться но с другой стороны у них есть поверхность которая реагирует и они разложены друг на другом по слоям ну как-то вот так стандартное приложение на материал дизайне выглядит про слои каждый слой это отдельное такое пространство и между слоями объекты по спецификации материал дизайн не могут пересекаться это вкратце подробнее сейчас расскажу есть готовые решения для использования вебе например например материал дилай для реакта очень хорошая вещь для тех кто не используют какие-то полимеры там просто css framework который имеет готовящий но он немного не соблюдает правила материал дизайн и добавляет какие-то свои какое-то свое поведение которое не очень соответствует ну и конечно саша рассказывал про полимер про paper elements тоже основаны на материал дизайн и так поехали как надо строить layout если вы работаете с макетом на материал дизайне для начала вам нужно разбить все на слои слой материал дизайне это не просто какая-то мифическая станция это вещь которая ограничивает объекты который находится в этом слое и это добавляет на самом деле при вашей верстке семантики коду и скажем так увеличивает энтропию к сожалению потому что добавляются какие-то новые сущности новой абстракции но с другой стороны это выглядит очень логично и правильно но тут есть еще одна проблема ну как сказать проблема еще одна специфика это матрешка потому что каждый слой каждый элемент может содержать себе еще элементы которые тоже могут быть являться еще слоями элементами которые тоже ограничены в чем фишка элементы находящиеся внутри ну скажем какого-то констрента объекта они не могут взаимодействовать с элементами вне этого объекта это правило очень помогает при построении потому что если вы положили какой-то объект другой объект то все если вам надо чтобы они взаимодействовали друг с другом нам придется менять по-другому то есть эти объекты не могут быть убраны куда-то там вылезать они внутри этого объекта как например наклейка на бумажке вы не можете ее никуда сдвинуть вы можете переклеить на другую часть этой бумажки возвращаясь наших матрешки каждый элемент может быть приклеен привлочен куда-то как-то зафиксирован внутри своего слоя точно так же как на главном слое все слои могут быть зафиксированы но не в этом суть еще спецификации есть solid objects перескочил то есть здесь фишка какая если вы начали как-то взаимодействовать с одним элементом вы не можете продолжая взаимодействовать взаимодействовать с другим то есть если вы начали касаться кнопки вы не можете потом перевести палец и ну образно и что-то сделать другое то есть но это очень сложно это надо читать спецификацию фишка в том что для мобильных приложений это нормально это спокойно реализуется для веба эта проблема и может решаться только какими-то скриптами либо готовыми готовыми скриптами поехали дальше как у нас можно реализовать и как должны быть реализованы элементы в стиле материал дизайн при разработке веб-сайтов как я уже говорил материал дизайн он рассчитан на мобильное приложение в основном поэтому не учитывая спецификации какие-то вещи характерные для десктопов как например но на мобиле нет такой вещи как хавр возьмем обычную кнопку по спецификации материал дизайн кнопка должна реагировать на нажатие она должна если это не кнопка какой-то элемент он должен просто моргнуть если эта кнопка она должна подлететь грубо говоря мы можем сделать хавр в приложении потому что чтобы ах да забыл упомянуть что я рассказываю о самом принципе работы в компонент спасибо саша материал дизайна независимо от каких-то готовых решений как полимер или материал юай а так чтобы это было понятно как она работает и как она должна работать то есть спецификация материал дизайн не учитывает хавра но мы можем его и использовать как чтобы показать что элемент интерактивен следующая фишка это реакция на клик по спик спике материала реакция должна там вы кликаете от этого места какие-то волны растекаются это довольно трудно реализуем и на самом деле вебе там можно напилить кучу скриптов но можно обойтись простым затуханием анимации в бэкграунде градиентов бэкграунде ну как то вот так и не знаю как она здесь работает а сработало хорошо где-то вот то есть по клику тоже показывает что элементы ракции вообще весь материал дизайн он построен на том что интерфейс имеет какую-то обратную связь то есть вы что-то сделали интерфейс вам ответил да кстати про кнопки мы все привыкли что по клику кнопка она сжимается материал дизайн говорить наоборот что кнопка должна подлетать на самом деле это отличительная черта такая которая сразу говорит о это материал ну как-то она вот так вот должна сделать мне тут тени не видно но там еще должна тени расплываться все очень красиво но это к слову на самом деле такой реализов такое поведение было где-то еще в начале двухтысячных каких-то интерфейсах когда еще xp было тогда она как-то не прижилось потому что ну кнопка должна нажиматься ладно следующее в как у меня заморозный плюсик спеке материал дизайн есть такая такой элемент как floating button в чем фишка под ним должно скрываться какое-то основное действие которое должно быть всегда под пальцем опять же материал дизайн он рассчитан на мобильное приложение то есть там должен быть там в кого-нибудь там были это добавление нового поста в инстаграме ну образную сейчас этого нет там но в инстаграме допустим это тыкаешь в этот плюсик он тем выдает три варианта на загрузить с облаком сделать фотку или загрузить с телефона вот это такой floating button он должен быть один на странице и какой-то должен себе главную фишку не вести но проблема в том что прежде работ веб-сайтов он не совсем полезен потому что на десктопе он бесполезен юзер экспириенс на десктопе на мобиле очень сильно отличается и на доступах мы привыкли что у нас много места но можно повесить много элементов и все видно и люди привыкли то что надо стоп они могут добраться до необходимого функционал в один клик поэтому запихивать какое-то действие которое мы можем и так разместить в интерфейсе под флотин батон бессмысленно зато если вы делаете сайт responsive очень хорошая фишка будет флотин батон сделать под спрятать под флотин батон какую-то крутую функциональность которая нужна вам на этом сайте грубо говоря вот на сайте headhunter под этой кнопкой может скрываться откликнуться на резюме на сайте на каком нибудь лендинге под этой кнопкой может быть отправка письма на это call to action который прямо у вас перед глазами всегда под пальцем в общем кейсов много использования и вещь полезная идем дальше еще одна крутая штука которая введена в спеке материалы это карточки все наверное видели вот эти современные карточки то пинтерест windows 8 плиточки материал дизайн их расширяет это те же плиточки только с более богатым функционалом с различным функционалом который может быть уникальным для каждой карточки чем они нам интересны в рамках моей презентации они нам добавляют еще один уровень семантики и еще один уровень скажем так изолированности это так называемые экшен и рез у каждого у каждой карточки может быть несколько экшен и реал с обычных там две они также разграничивают зоны влияния которые вы можете на которые может пользователь воздействовать при взаимодействии с этим интерфейсом еще увеличиваем семантику и энтропию но знать об этом надо потому что потому что хороший верстальщик он мыслит блоками и чем большим блоками мыслит тем лучше у него выходит в итоге потому что в этом дальше расскажу там будет еще одна фишка который нам надо знать чтобы правильно строить наш интерфейс и собственно версту и так едем дальше а дальше у нас анимации половина спеки материал дизайн она про анимации как должно двигаться что должно двигаться что и почему это должно выглядеть натурально основная фишка то что скорость и изменение анимации зависит от размера объекта то есть маленький будет двигаться быстрее большой будет двигаться медленно это логично но теперь это прописано в стандартах и мы должны так делать но об этом надо знать потому что сейчас анимации используется куча и в принципе уже становится де-факто и ну и это добавляет крутости вашему сайту рекомендуемая анимация от google swift out почему рекомендуемая там если почитать свеку говорится что линейная то есть без изменений она выглядит не натурально естественно очень механично и все такое и стандартные бонусы они тоже не совсем то потому что нормальное движение она выглядит вот так то есть быстрое ускорение начали чуть-чуть замедлились опять быстрое ускорение и медленное замедление это выглядит натурально есть готовое решение уже написано анимация и для css и для скриптов для всего и зинги для jQuery и все прочее использовать ее советую потому что это действительно выглядит очень натурально и как же в объект да еще спеки про анимацию сказано что объект не может появляться из ниоткуда то есть он может появляться на самом деле но это должно выглядеть так как будто он существовал где-то еще и не появился знаете как привидение просто из воздуха поэтому ограничивается пример анимации объект должен появляться двигаться но не должен выйдет то есть прилетание издалека окей прилетает куда сбоку окей фейд плохо не может материальный объект так появляться мы все-таки не призраком но есть одно исключение фейдится может контент контент может вообще как угодно появляться и совершенно не зависит при условии что этот контент не является своим отдельным объектом и так а что же у нас дальше а дальше у нас видео которое не показывается они показываются отлично внимание к деталям и анимированные иконки на самом деле очень крутая фишка которую обязательно надо использовать для этого можно использовать какие штуки нет да число вообще использовать потому что опять же жизнь интерфейса анимированные иконки привлекают внимания сосредотачивать внимание пользователя и выглядит гру что для этого можно использовать в вебе что-то на микрофончик отрубается что может transform new веби вы ведь для этого можно использовать либо анимация swings в дим либо гифки стандартные наши любимые гифки можно даже использовать гифовые спрайты определить для себя длительность анимации по всему сайту для иконок одинаково и сделать гиф спрайту гифовый спрайт а давай конечно будет штука но можно и тогда будет использовать как обычные спрайты нарезаны но конечно лучше анимация свои но она сейчас не очень хорошо везде поддерживается что еще у нас есть про анимации два очень сложных кейс первый с кейс рекомендуемый свека материал дизайн это иерархическое время точнее как не время в общем фишка в чем все ваши объекты должны двигаться друг за другом и в строгом порядке чтобы определять как вы не определять как какой из них главный что второстепенные и фокусировать внимание пользователя это можно конечно запиливать скриптами то есть какими же qr animate который будет по порядку друг за другом их анимировать либо можно извратиться и написать кучу стилей на css с анимациями и со всей но это вопрос решаемый другой кейс он сложнее meaningful transition это значит что если вы взаимодействуете с каким-то элементом и он меняет полностью layout это должно быть понятно то есть вот новый не должен появляться из ниоткуда то есть забудьте о перегрузке страницы использовать одностраничники которые будут действовать я не знаю как она сейчас работает как то вот так то есть взаимодействие с элементом и элемент вам показал что он вызвал новую новый layout вот это сложный кейс который надо работать просто в паре с дизайнером сидеть продумывать как это будет построена и как это будет реализовано в общем по анимациям все советы в принципе по большей части я рассказал что еще можно посоветовать если вы делаете сайт на постыке материал дизайна юзайте гугловые иконки они реально клевые их там набор их там куча они сюда и они действительно клевые конечно же тренд последних лет просто огромные картинки красивые это тоже материал дизайн выведены их на уровень стандарта кстати в этом пункте они там советуют использовать защиту текста такие вот тоже очень древняя штука которая использовали еще начале двухтысячных но сейчас как-то опять переложил стандарты чтобы ну это так к слову что еще можно посоветовать материал дизайн он про объекты объекты имеют границы объекты имеют пространство поэтому когда вы строите сетку не забывайте про отступы ну и конечно используйте тени половина спеки материал дизайн рассказывает про это правильное использование теней про освещение идите в художке учитесь как бы говорит нам google поэтому используйте все что возможно все вопросы как бы хоть и материал дизайн предназначен в основном для мобильных приложений его очень запросто можно использовать в вебе вопрос нет вопросов кто говорил не использовать это материал дизайн это просто спецификация о том как оно должно быть а инструмент для реализации этого вы выбираете сами то есть материал дизайн это о том что до рекомендации о том как это делать как это поведать на самом деле много полезных вещей о том как строить layout слой за слоем и все это инкомсулировать и на самом деле это упрощает работу очень сильно если дизайнер нарисовал по материал дизайну по спецификации то верстальщику будет если он знаком с этим ему намного проще будет построить как бы само приложение потому что материальные объекты которые в материал дизайн то есть вот эти бумажки они очень похожи на живые объекты бумажка не может вас как это называется спауниться из ниоткуда она просто может прилететь оттуда оттуда отсюда она может быть ах да еще там есть спека то что не все должно быть плоско потому что это твердые бумажки которые могут изменять форму размер но не могут быть там скручены сжатые или что-то такое поэтому и вот поэтому что ним нельзя со спаунить бумажку из ниоткуда фейдинг считается не очень хорошей идеей ну это не моя идея это спека гугла логика в том что материальный объект не может спауниться из ниоткуда я думаю материал очень крутая штука и будет использоваться повсеместно особенно гугл сейчас уже вводят своих приложениях но мне кажется в будущем все вот эти спеки от и было материал дизайн и виндовые спеки они переплетутся в какую-то новую одну всестандартную я на это очень рассчитываю и родится что-то неимоверно-крылевая либо родится что-то новое опять google придумать что-нибудь к новому андроиду новый успех ну вот например виндовая спецификация с метро дизайна который они используют он не сильно проживается сейчас у вас нет microsoft точно не перейдет на материал дизайн но спека она о чем какие-то элементы приживутся какие-то не проживутся плиточки от 8 винды прижились очень много где это такой объект который есть теперь везде остальное возможно не приживется возможно это чем-то заменится возможно что-то возьмется из материала тут я ничего не могу утверждать спасибо за вопрос скажите а что является основным для взаимодействия объектов и на примере той же бумажки можно посмотреть что у нее на обратной стороне нет по спеке материала мы не можем установить что у нее на обратной стороне мы не можем вытащить бумажку из-под бумажки мы можем разъединить бумажки это получится две бумажки потом их соединить из двух сделать одну но развернуть как когда повернуть боком нет это все она на самом деле в одной плоскости но удалено от друг одна друга то есть это много двухмерных плоскостей друг за другом на которых расположены объекты они не могут пересекаться они не могут быть как-то деформированы это плоскости не неизменяемые я хочу вам спасибо за эту презентацию я бы хотел задать вопрос на многих выборах плоскости сейчас последние годы связан в том числе в дизайне такой тренд что информация пытается размазываться по всяким объектам и экранам и ее количество на основном экране постоянно уменьшается спасибо за вопрос я считаю что это очень правильный тренд потому что возьмите какое-нибудь приложение на 1с это же хардкор лютой это я не знаю дизайнеры интерфейсов которые алкоголики но это невозможно это куча инфы непонятного для чего это когда программист нас на ассемблере делает приложение для инстаграма что это вообще уменьшение информации полезный тренд на самом деле это помогает фокусировать внимание это помогает не размазывать внимание то есть как раз фокусируем на каком-то одном-двум действием главном данный момент то есть инстаграмчик просмотр фоточки там и действия которые может совершить рядышком все больше ничего не нужно ускорение взаимодействия для каких-то сложных систем такой такая вещь не прокатит то есть система управления какой-нибудь атомной реакции она всегда будет стиль 1с но смысле атомным реактором потому что ими пользуются как это сказать люди с другим мышлением а популярная программа не будут двигаться в том же направлении скоро останется одна кнопка сделать хорошо здравствуй у меня два вопроса для предотвратчиков первый вопрос про компоненты в частности как компоненты взаимодействуют друг с другом телефон и микрофон входить в состав любого компонента или наследовать да компоненты могут быть из компонентов то есть они могут переписывать другие компоненты а если хочешь исполнивать общение с компонентами которые вроде бы не связаны но в этом тормозе не хочешь связать поэтому они выражаются в любой кем-морк с душевого года потому что у каждого компонента есть API нет это про дизайн совершенно нет ни про классы не про что не про используя каких-то свойств это о том как оно должно выглядеть они там они о том как она построена как она построена это ваше усмотрение но чтобы соответствовать правилам материала придется соблюдать какие-то правила которые без которых просто не получится в самом самой спеке нет ничего о коде вообще ничего я ответил на образ спасибо сейчас другой микрофон принесли работает не работает а возвращаясь к тому что материя обрезать это в основном для мобильных устройств да есть материал дизайн есть там я говорил там некоторые ограничения присутствуют есть еще не другие ограничения но не связаны с дизайном это не относится к теме презентации но сам по себе материал он очень структурированный и очень скажем так логичный поэтому я за его используем на десктопах и на телевизорах и где угодно еще вот это интересный вопрос если честно я не встречал но возможно я просто на это не обратил внимание потому что там было что-то про типа анимаций но так чтобы анимации несла себе смысл как с этим это интересно и это можно подкинуть google на самом деле это интересная идея очень но такого я не помню спеки просто возникла это из-за чего каждая новая инфраструктура сфера деятельности человек в первый раз в нее окнается ему надо подсказывать как с чем работать потому что ну какой-нибудь пенсионер увидит этот материал дизайн и он совершенно не поймем где эти стандартные кнопочки которые выглядят как круглые с надписью и мне кажется что вот физическая анимация на основе физических законов должна будет подсказывать ему что это именно кнопочка возможно вот кстати нет про логичность анимации там точно было то что анимация не должна быть какой-то замудренной она должна быть логично и понятно любому человеку то есть листочек прилетел листочек улетел никаких там завитушек и балетов на сцене нет вот анимация она то есть фишка в чем объект не может быть деформирован скручен или еще как он может менять свою форму в этом 2d пространстве но он не может повернуться боком не может развернуться об этом я уже говорил но он может прилететь из 3d пространство плоским или новым не они не сзади конечно обычно анимации стандартное появление у гугла в материале это издалека прилетает объект либо сбоку так что скорее всего здесь только два варианта плоская анимация но может прилететь и еще один вопрос по анимациям меня эта тема очень задела при анимации анимация рассчитана на один объект это понятно допустим какой-нибудь элемент управления в гугле как-нибудь указано что анимация может располагаться на два объекта в гугле нет такого но там говорится о том что анимации не должны происходить одновременно то есть до взаимодействия одних объектов с другими за счет анимации возможно но так чтобы там объект сдвигал другой объект там бывает такое что если вы убираете объект взамен его прилетает другой да там такой там есть это тоже взаимодействием не анимации ну возможно это по спеке возможно вам спасибо за вопросы простите егор я вас не вижу поднимите руку да 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 точно не я ближе смотрю да что вы считаете важнее будет работа дизайна или работа перстальщика то есть что важнее как насколько хорошо рисованы кнопки блоки то есть все либо насколько хорошо расположен спасибо за вопрос я считаю что важнее командная работа особенно в стиле материала дизайна это очень важный пункт что где-то там дизайна рисовал где-то там версальщика это стал нифига работать не будет потому что здесь надо постоянно общаться друг с другом и как в процессе рисования так и в процессе верстки это естественно но как раз интересует вопрос если у нас только два варианта либо хреновый перстальщик это хорошие знали либо наоборот то в каком случае будет лучше а в обоих случае будет хреново хорошо спасибо тебе здравствуйте в вашем докладе была такая общая линия что материал дизайна это круто ну в принципе я с этим согласен но вопрос в том при всей его крутости вы в нем какие-то тонкие места находили что раньше было допустим удобнее а материал дизайна ну не общий да мне не нравится не любят фейды а так в целом как и любая другая спецификация не поймешь тонких моментов пока не попробуешь я пока только пару вещей на нем сделал и ничего не нашел какого-то особого спасибо 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 еще вопросы спасибо за оплату вопрос в связи с того что материально полагает материальный дизайн я имею ввиду есть какие-то конкретные библиотеки которые поддерживают материально да там есть темплейты но опять же они под мобильное приложение то есть комплейты layout of темплейты и тех же иконок для приложений и первая часть вопроса была про готовое решение то есть что там поддерживается материал юрий юай это для фреймворка react и полимер который тот же гугловский они все оба поддерживают есть еще какие-то готовые решения но они не настолько хороши как эти два то есть они полностью готовы решения вы берете их используете получать материал дизайн что-то еще материальное смысле готового там спеки набор цветов есть которые можно использовать спасибо за вопрос мне понравился вопрос про анимацию молодого человека да 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 всем спасибо спасибо спасибо